Голосовой портал КСРК представляет цикл вебинаров использования VoiceOver на iOS. Ведущие Александр Прохненко и Антон Пеленков. Еще раз добрый день всем участникам. Меня зовут Пеленков Антон. И сегодня мы начинаем цикл вебинаров использования VoiceOver на iOS. Цикл вебинаров будет состоять из 9 вебинаров, на которых мы с вами разберем, как работать с продукцией компании Apple, а если быть точнее, то с устройством под названием iPhone. К каждому вебинару будет выкладываться ссылочка на тест, на проверку ваших знаний. С помощью этого теста вы сможете проверить, насколько вы запомнили информацию из вебинара. А также, если вы хотите получить сертификат о том, что вы прошли курс дистанционного обучения, вы можете пройти все тесты и, предоставив свои личные данные, паспортные данные в учебную часть, можете получить сертификат об образовании, о том, что вы прошли дистанционный курс по использованию VoiceOver на iOS. Этот курс будет в первую очередь интересен тем, у кого уже есть iPhone, но также он будет интересен для тех, кто интересуется устройствами компании Apple и планирует покупать это устройство. Мы будем проводить наш курс на примере iPhone X. Сейчас там установлена операционная система iOS 13. В сентябре-октябре должна выйти iOS 14. И если там будут какие-то, а там они будут, эти нововведения, то о всех этих новшествах мы будем стараться вам рассказывать. Но изначально мы начинаем курс на iOS 13 и в дальнейшем могут быть какие-то изменения в процессе использования устройства, если выходит новая версия операционной системы iOS. Хочу обратить внимание участников на то, что в рамках этих вебинаров вопросы по использованию смартфонов на Android мы обсуждать не будем. Если у вас такие вопросы возникают, то, пожалуйста, приходите на наши консультации, которые проходят каждый четверг с 11 до 13.00 и эти вопросы мы стараемся решить там. Вебинары будут записываться, выкладываться они будут не сразу после записи, а после обработки. Поэтому, если вам этот цикл интересен, то быстрее всего вы сможете с ним познакомиться, приняв участие непосредственно в вебинаре. Здесь вы можете задать вопросы. Конечно, можно и послушать вебинар после того, как его опубликуют. Ну, вживую, наверное, интереснее будет общаться. Давайте немножко расскажу о том, что такое iPhone. iPhone выпускается компанией Apple. Это американская компания, которая производит не только устройства iPhone, но и другую оргтехнику. Ну, iPhone это самое наиболее известное устройство и популярное, поскольку оно пользуется большим спросом. У компании Apple есть ноутбуки, макбуки, есть iPad, это планшеты и другая техника. Здесь в файлообменнике выложен вебинар, выбор устройства называется. Там вы сможете более подробно во второй части вебинара познакомиться с описаниями моделей iPhone, какие существуют на сегодняшний день. Этот вебинар мы записывали с Александром Сергеевичем. В первой части я рассказываю про Android устройства, а в второй части про iOS. Так вот, Александр Сергеевич в этом вебинаре очень подробно рассказывает о том, как выглядит та или иная модель iPhone. Сейчас я хочу сказать только то, что вот если на сегодняшний день вы планируете покупать iPhone, то начинать надо с модели iPhone 8 или iPhone SE 2020. И те модели, которые идут выше. Почему так? Дело в том, что компания Apple, когда выпускает свое устройство iPhone, то она заявляет, что для этой конкретной модели будет выпускаться обновление операционной системы iOS в течение 5 лет. И вот это вот обновление, оно позволяет, во-первых, поддерживать надлежащим рабочем состоянии ваше устройство. Это гарантирует то, что все программы, которые вы будете использовать на этом устройстве, скачивать в App Store, они у вас будут работать. А дальше компания Apple уже поддерживает эти устройства. Спустя 5 лет они не будут выпускать на них глобальное обновление. Отсюда получается такой результат. Если вы хотите, чтобы у вас iPhone как можно дольше работал, то лучше покупать более-менее свежие устройства. Можно, конечно, купить более старые модели, такие как iPhone 7, iPhone SE, даже можно и iPhone 6s. Но для этих моделей, скорее всего, уже вот в этом году будут последние обновления iOS 14. И дальше там уже они обновления, скорее всего, получать не будут. Отсюда вы сможете столкнуться с какими-то, там, спустя какое-то время, с проблемами в использовании вашего аппарата. Как определиться, какой iPhone вам нужен? Желательно, конечно, сходить в магазин и подержать в руках ту или иную модель, которую вы для себя хотите приобрести. Для того, чтобы посмотреть, как телефон лежит в руке, насколько он вам удобен, насколько он большой или маленький, потому что у них бывает разная диагональ. iPhone с большой диагональю, он будет полезен, наверное, тем, у кого есть остаток зрения, поскольку на большом экране можно будет рассмотреть какие-то фотографии, видеоролики. Вот, если человек без остатка зрения, то, скорее всего, ему будет удобнее использовать iPhone с более маленькой диагональю. Но это уже, что называется, на вкус и цвет. Покупать iPhone лучше все-таки у надежных, проверенных, серьезных поставщиков, или официального магазина Apple, или таких, как МТС, Мегафон, Связной. Вот, можно заказать в интернет-магазине у официального представителя. Но если есть возможность, то постарайтесь подержать в руках ту модель устройства, которую вы хотите для себя приобрести. В отличие от устройств на операционной системе Android, в iPhone нельзя установить карту памяти, и отсюда при покупке вам необходимо выбирать память, то есть определиться с тем, с каким объемом памяти устройства вы будете покупать. Минимальный объем, по-моему, сейчас это уже 64 гигабайта, вот, ну и дальше по нарастающим. То есть, прежде чем покупать, вы должны примерно себе представить, какой объем памяти вам необходим будет в работе. Итак, вы определились со своим выбором, купили iPhone, что с ним можно делать дальше. Придя домой, вы можете достать iPhone из коробки и без помощи зрячего человека включить функцию, с помощью которой вы будете управлять этим устройством без зрительного контроля. Эта функция называется VoiceOver. Это программа экранного доступа, используя которую незрячие с помощью специального набора жестов могут работать с сенсорным устройством от компании Apple. Данная программа устанавливается, она является частью операционной системы, и она есть не только в iPhone, но и также в других продуктах компании Apple, например, в iPad, в нетбуках и ноутбуках. Давайте немножко поговорим о внешнем виде устройства. Итак, вы достали из коробки телефон, как его правильно взять. Дело в том, что модели iPhone отличаются. И из внешних элементов управления на большинстве моделей iPhone сохраняется классический вид, насколько я понял. Когда вы берете телефон в левую руку, то у вас под большим пальцем левой руки, на левом торце должны быть три элемента управления. Ближе к верхней грани это будет такой переключатель, с помощью которого можно устройство перевести в беззвучный режим, для того, чтобы отключить все вызовы в необходимый момент. Ниже под этим переключателем будет располагаться две кнопки. Кнопка громкости плюс и кнопка громкости минус. Переключатель включается и выключается так. Если положить телефон на ровную поверхность на стол, то для того, чтобы перевести его в беззвучный режим, надо вот этот переключатель как бы опустить в сторону пола, вниз. Для того, чтобы соответственно выключить, то поднять кверху. На левой грани телефона у вас располагается одна физическая кнопка питания. Но это касается вот более новых моделей. Если вы используете iPhone более старый, допустим, еще иногда встречается iPhone 4S, то там кнопка включения располагается на верхней грани смартфона. На более новых, насколько мне известно, они располагаются на правой грани. Одна физическая кнопка и под этой кнопкой располагается слот для установки сим-карты. Излечь этот слот можно с помощью специального ключа-скрепки, который идет в комплекте к iPhone. И рядом с этим слотом есть такое техническое отверстие, куда вы вставляете эту скрепку и нажимаете внутреннюю кнопочку, которая позволяет слегка выдвинуть слот, после чего вы можете его достать оттуда уже зацепив пальцами. Восстанавливаете сим-карту и аккуратненько вставляете данный слот назад в это отверстие. На нижнем торце, в зависимости от модели, у вас может быть разная ситуация. Вот на 10-м, который у меня в руках сейчас. Внизу располагается посередине разъем для подключения к зарядному устройству, а также в это гнездо можно подключать различные внешние устройства с помощью специального переходника. Это может быть и флешка, это могут быть и наушники, и другая периферийная оргтехника. С левой стороны у данной модели телефона располагается динамик, и с правой стороны, похоже, тоже динамик. На некоторых моделях iPhone на нижнем торце также располагается еще и разъем для подключения наушников. Например, вот iPhone 6s, iPhone 7s уже он без наушников идет. Ну вот 6s, 6 и iPhone 4, вот эти точно у них есть разъем для подключения наушников 3,5 мм. На обратной стороне смартфона, на тыльной стороне, располагается камера. На разных моделях она выполнена по-разному. Иногда она выступает, вот как на этой модели, это выступающая штучка размером с фалангу пальца. Она располагается, если телефон держать лицом к себе, то ближе к правому торцу камера расположена. На каких-то моделях она в виде круглой пуговицы такой. Вот этот момент тоже следует для себя учитывать, потому что если вы пользовались устройствами Android, там чаще всего камера располагается посередине. А вот на iPhone у них такая особенность, у них камера располагается в правом верхнем углу. С внешним видом мы примерно разобрались. Дальше, как включить устройство. Включить телефон можно двумя способами. Первый способ это кнопка питания, которая располагается на правом торце телефона. Ее надо нажать и удерживать примерно от 4 до 9-10 секунд, в зависимости от модели телефона. К сожалению, телефон никак вас не оповестит, что запустился процесс включения или нет. Вот на Android зачастую телефоны вибрируют, указывая тем самым, что процесс включения пошел. Здесь вибрации не будет. Вот на этой модели телефона iPhone X, я так примерно для себя время выбрал, надо сосчитать до 9. После чего у вас загружается операционная система. Это первый способ. Второй способ. Если у вас не получилось с помощью кнопки питания, вы можете подключить iPhone к зарядному устройству и он у вас тоже включится. Это функция по умолчанию. Если кто-то не знал, то вот можно включать iPhone еще при установке на зарядку. Если вы первый раз включаете телефон, то естественно он у вас не заговорит. Дальше задача включить функцию VoiceOver для того, чтобы услышать синтез речи и с помощью жестов начать работать с устройством. Включить VoiceOver можно несколькими способами, тоже зависит от конкретной модели устройства. Если вы купили iPhone, где есть физическая кнопка «Домой», вот об этом я еще не сказал, о том, что если вы берете устройство до iPhone 8, а также iPhone SE 2020, то там присутствует физическая кнопка «Домой». Если вы берете iPhone X и выше, то там отсутствует физическая кнопка «Домой», и разработчики добавили туда ряд жестов, которые позволяют заменить часть того функционала, который использовался при использовании физической кнопки «Домой». Так вот, если у вас iPhone с физической кнопкой «Домой», то включить функцию VoiceOver вы можете, трижды нажав кнопку «Домой». Достаточно быстро надо нажимать эту кнопку, чтобы функция включилась. Если вы слишком медленно это будете делать, то функция у вас не включится. Далее, после того, как вы услышите включившийся синтезатор речи, вы можете начать работу по первоначальной настройке устройства. Надо будет пройти ряд настроек для того, чтобы добраться до страницы рабочего стола. Сначала система предложит вам выбрать язык, на котором вы хотите использовать ваше устройство. Если вы в России живете, вы выбираете русский язык. Дальше система попросит вас подключить устройство к Wi-Fi сети. Все вот эти вот этапы, которые мы называем первоначальные настройки, их в принципе можно пропустить и сделать эти настройки чуть позднее. Если вы в первый раз в жизни взяли iPhone в руки и вы не знаете, как работать с виртуальной клавиатурой, что такое Wi-Fi, как туда подключаться, то все эти моменты вы можете пропустить. Там везде есть соответствующая кнопка. Она называется по-разному, где настроить позже или позднее. По смыслу понятно. После подключения к Wi-Fi или подключения, или после того, как вы пропустили, система может предложить вам перенести данные с другого устройства. Если у вас, вы когда-то использовали продукцию Apple и переходите с одной модели iPhone на другую, вы можете перенести данные на этом этапе. Надо будет принять политику обработки данных от компании Apple. Если вы с ней не соглашаетесь, то дальше вы продвинуться не сможете. То есть эти флажки, которые там вам система предложит, надо обязательно отметить. Следующий этап я сейчас говорю не буквально, все как оно по ходу действия, примерно, насколько я помню. Почему? Потому что на разных версиях iOS эти начальные настройки могут отличаться. Следующий этап это подключение вашего iPhone к учетной записи Apple. Или система предложит создать учетную запись Apple, или еще ее называют Apple ID. Если у вас есть учетная запись, вы можете подключиться на этом этапе. Если ее нет, то здесь вы можете ее создать. Создание учетной записи это такой идентификатор, с помощью которого компания Apple будет понимать, что вы являетесь владельцем устройства и пускает вас в свою экосистему. Более подробно о том, что такое Apple ID, мы с вами поговорим чуть позднее. Сейчас так виртуально пропускаем этот пункт, не добавляем Apple ID, не подключаемся. И переходим к следующему этапу. На одном из этапов вас система спросит о том, хотите ли вы использовать функцию Siri. Функцию Siri я рекомендую вам сразу включать. Там можно будет согласиться или не соглашаться. Ее лучше включить, поскольку это голосовой ассистент, с помощью которого можно выполнять различные задачи, в том числе и включать и выключать функцию VoiceOver. Но на этапе инициализации первоначальных настроек функцию Siri задействовать для включения VoiceOver вы не сможете. Поскольку для того, чтобы она заработала, надо дать разрешение на ее использование. И после этого, по-моему, все. Вы добираетесь уже до страницы рабочего стола. Забыл сказать, что на одном из этапов первоначальной их настройки система предложит вам защитить ваше устройство и добавить туда, настроить экран блокировки. Тот способ, с помощью которого вы будете его разблокировать. Существует несколько вариантов. В зависимости от модели смартфона, разблокировать его можно следующими способами. Пин-код или пароль присутствуют на любой модели iPhone. Вы должны будете придумать какое-то сочетание цифр и букв и добавить его в систему для того, чтобы потом вводить каждый раз, когда вы захотите воспользоваться устройством. И дальше, первый пункт – это пин-код. Второй – это пароль. Второй способ. Третий способ – это сканер отпечатка пальцев. На тех моделях iPhone, на которых есть физическая кнопка «Домой», в этой кнопке встроен сканер отпечатка пальцев. Вы можете добавить туда сканер отпечатка пальцев. Ну, свой отпечаток пальцев. Там, по-моему, до пяти можно добавлять. Причем, при добавлении отпечатка пальцев, у вас система сначала запросит, заставит вас создать альтернативный пароль, которым вы будете разблокировать телефон. В том случае, если вдруг выходит из строя сканер отпечатка пальцев, а также, по-моему, раз в сутки или в несколько дней он не пускает пользователя в систему с помощью отпечатка пальцев до тех пор, пока вы не ведете вот этот вот пин-код проверочный. Это сделано из соображения безопасности. Четвертый способ разблокировки – это с помощью лица. На тех устройствах, на которых нет физической кнопки «Домой», там отсутствует сканер отпечатка пальцев, и эту функцию заменили в функции распознавания лица. То есть вы добавляете в систему фотографию вашу, в процессе настройки вы направляете камеру телефона на свое лицо, система вас запоминает, и для того, чтобы разблокировать iPhone, вы должны будете посмотреть в камеру в следующий раз, когда захотите воспользоваться устройством. Эта функция доступна, и ей можно пользоваться даже без зрения. Но в очках она не распознает, насколько, я не знаю, хотя я не берусь утверждать. В очках распознает, я сама лично пользуюсь, все работает. А, Наташа, очки темные или просто какие-то очки? В совсем темных, в черных не распознает, в затемненных распознает. Настроить способ разблокировки вы можете как на этапе первоначальных настроек, так и в дальнейшем после прохождения вот этих первоначальных настроек. Если вы не уверены и не знаете, как все это работает в системе защиты, то можете этот пункт пропустить. Для чего все это нужно? Для того, чтобы защитить данные, которые вы будете хранить на вашем устройстве, от посторонних лиц. К данным относятся контакты, фотографии, документы какие-то. То есть все то, что может использовать другой человек в личных целях использовать это против вас. Так вот, если вы хотите все это дело защитить, то настроив один из способов разблокировки, можете быть уверенными в том, что посторонний человек добраться до этих данных не сможет, не зная пароль или не приложив ваш палец к сканеру отпечатка пальцев. Давайте поговорим теперь о том, какие жесты используются при работе с сенсорным устройством от компании Apple. В первую очередь мы должны с вами изучить базовые жесты. К базовым жестам у нас относятся следующие. Первый – это жест изучения касания. Выполняется он таким образом. Вы ставите указательный палец на экран в любом месте и, не отрывая пальцы от экрана, перемещаете его в любом направлении. При перемещении у вас синтезатор будет озвучивать те элементы, на какие попадает фокус курсора. Часы, акции, воля TV, воля App Store. То есть примерно вот так у вас будет озвучивать синтезатор на вашем айфоне. Здесь такой стандартный синтезатор, никакого другого я не ставил. Изучать он будет вот так же. А второй базовый жест – это жест смахивания. О нем мы поговорим чуть-чуть позднее. Познакомившись с первым жестом, жестом изучения касания, мы уже можем знакомиться непосредственно с экраном, а точнее говоря, с теми областями экрана айфона, какие у него присутствуют. Итак, условно говоря, айфон можно разделить на 5 основных областей. Начнем с самой верхней области, которая располагается в верхней части дисплея, там, где разговорный динамик. Сотовые данные. 3 из 4 полосы. Мощность сигнала. Объект меню статуса. Эта область называется строка меню статус или статусная панель. Найти ее можно, коснувшись одним пальцем, в верхней части экрана. Коснуться можно разными способами. Можно просто коснуться, допустим, вот. Заряд аккумулятора 92%. Зарядка не идет. Объект меню статуса. Коснулся сейчас... Я сейчас коснулся в правом верхнем углу. Можно коснуться сначала пальцем, допустим, верхней кромки айфона и потихоньку опускаю палец вниз по дисплею. Сотовые данные. 3 из 4 полосы. Мощность сигнала. Сотовые данные. 3 из 4 полосы. Мощность сигнала. Объект меню статуса. То есть вы попадете на значок, который располагается в строке меню статуса. При этом обратите внимание, синтезатор называет какой-то элемент, допустим, вот сейчас... Заряд аккумулятора 92%. Зарядка не идет. Объект меню статуса. То есть он озвучил значок уровень заряда аккумулятора. И также он добавил объект меню статуса. Он говорит такую подсказку о том, что данный значок находится в строке меню статус и фокус находится вот в этой строке меню статус. Касаться можно в любой части вот этой горизонтальной полоски строки меню статус. Можно, допустим, вот слева коснуться. 14 часов 36 минут. Объект меню статуса. Здесь вот с левой стороны это время озвучивается. Сотовые данные. 2 из 4 полосы. Анескоу. 3 из 3 полосы Wi-Fi. И название Wi-Fi сети, к которой подключен iPhone, а также уровень сигнала сотовой сети, если в iPhone установлена сим-карта. Работать со строкой меню статуса можно по-разному. То есть вот первый способ мы с вами уже рассмотрели. Это жестовое изучение касания. Вторая область. Эта область называется рабочий стол. Она занимает основную часть экрана iPhone. И здесь располагаются ярлыки приложений, а также могут располагаться папки. Количество ярлыков на главном экране, оно может отличаться в зависимости от того, какая у вас модель iPhone, какая версия iOS. Вот на данной версии iOS 13 и iPhone 10 присутствуют такие ярлыки. Сообщение. Первый ярлычок это сообщение. Календарь. Вторник. 25 августа. Фото. Камера. Это мы прочитали сейчас ярлыки, которые располагаются в первой строчке рабочего стола. В вашем случае количество ярлыков может быть другое, и их порядок, их расположение тоже может быть другой. Повторюсь, это зависит от конкретной версии операционной системы iOS. Ярлыки на странице рабочего стола располагаются не в хаотичном порядке, а структурированы. То есть это таблицы, 4 таблицы и 5 строк. Но зависит еще от диагонали устройства. Вот эта сетка может быть больше, допустим, 5 столбцов и 5 строк, или 5 столбцов и 6 строк. И вот в этих ячейках, которые образуют таблицы, располагаются ярлыки тех программ, которые установлены изначально компанией Apple на iPhone. Эти ярлыки, в дальнейшем мы с вами посмотрим, как с ними можно работать, и их можно перемещать. То есть какие-то, какими вы не пользуетесь, вы можете убрать в папку, чтобы они вам не мешали, и разместить на этой странице только те ярлыки, которые вам необходимы. Третья область, которая располагается под страницей рабочего стола, это элемент регулировки. Страница 2 и 3, элемент регулировки. С помощью этого инструмента можно переключать страницы рабочего стола. Как мы слышали, сейчас синтезатор озвучил, сказал, что здесь страница 2 и 3. Здесь не одна страница рабочего стола, а 3. Ну, на самом деле их две. Вот это просто не совсем правильно система воспринимает одну из областей. Это вам на следующем вебинаре Александр Сергеевич, скорее всего, расскажет. Но, тем не менее, с помощью этого элемента регулировки вы можете переключать страницы рабочего стола, используя соответствующий жест. Для того, чтобы переключиться на другую страницу рабочего стола, вам надо поместить фокус курсора на этот элемент регулировки. Страница 2 и 3, элемент регулировки. И выполнить жест смахивания одним пальцем снизу вверх. Ну, допустим, чтобы переключиться на третью. Страница 3 и 3. Вот он нам сейчас переключил на другую страницу. Здесь уже другой набор ярлыков. Папка новости. Три приложения. Здесь только папки, здесь ярлыков в приложении нет. Все ярлыки убраны на этой странице в папке. Чтобы вернуться назад на вторую страницу, где мы были, нам опять надо коснуться одним пальцем этого элемента регулировки. Страница 3 и 3, элемент регулировки. И смахнуть вниз одним пальцем по середине экрана. Страница 2 и 3. При этом у нас переключается фокус курсора на вторую страницу. Эти элементы регулировки встречаются не только в данной области. Они могут встречаться и в других местах, в настройках, в различных приложениях. С их помощью вы можете менять различные параметры. Но с любым элементом регулировки вы можете работать, используя вот такую последовательность действий. Первое помещаем туда фокус курсора. Затем смахиваем или вниз, или вверх одним пальцем по середине экрана. Четвертая область, это область, которая называется док-панель или панель избранного. Страница 2 и 3, элемент док-телефон. Обратите внимание, вот сейчас перед тем, как синтезатор озвучил слово телефон, он сказал док-телефон. Сейчас я коснусь, допустим, док-почта. Нет непрочитанный пол. Страница док-браузер. Видите, он везде перед названием ярлыка добавляет слово док. Если вы будете обращать внимание на такие мелочи, вы будете понимать, что в данный момент фокус курсора располагается на одном из ярлыков, которые добавлены в док-панель. Слева направо, вот в такой классической настройке, наверное, может быть у кого-то по-другому, располагаются следующие ярлыки. Страница 2 и 3, док-телефон. Телефон. Браузер. Это программа для работы в интернете. Почта. Нет непрочитанной почты. Программа для работы с почтой. Музыка. И программа для работы с музыкой. Четыре ярлыка приложений. Чем еще примечательна вот эта вот док-панель или панель избранного? Она примечательна тем, что на какой бы странице рабочего стола вы ни находились, если у вас их несколько, а вы их можете создать столько, сколько нужно, даже если вы захотите разместить там всего по одному ярлыку приложений, значки в панели избранного, в панели док у вас всегда будут одинаковые. То есть если у вас набор ярлыков, ну ярлыки на страницах рабочего стола будут разные, то в док-панели ярлыки всегда будут одинаковые на любой странице рабочего стола. И последняя область, это пятая область, она может выглядеть по-разному. Если это устройство с физической кнопкой домой, то вы ее как бы видите, вы ее так активно можете прощупать, посмотреть и использовать в работе. На данной модели телефона физической кнопки нету, и частичный функционал кнопки домой переназначен на специальные жесты. Немножко давайте расскажу о том, какие функции полезны, что можно сделать с помощью физической кнопки домой, если она у вас присутствует на устройстве. Однократное нажатие кнопки домой закрывает папку, сворачивает приложение и помещает фокус курсора на главную страницу рабочего стола. Двукратное нажатие кнопки домой открывает раздел, который называется переключатель программ. Он по-разному иногда называется, они меняют название или переключатель приложения, или переключатель программ, но суть от этого не меняется. То есть это такой раздел, где отображается список недавно используемых приложений, и с помощью этого раздела вы можете быстро переключаться из одной программы в другую. Допустим, вы в телефоне работаете и в заметках, и вам надо переносить какую-то информацию из одного приложения в другого. Так вот, с помощью этого раздела можно быстро переключаться между нужными программами. Тройное нажатие кнопки домой включает или выключает одну из функций универсального доступа. В нашем случае мы настраиваем телефоны так, что тройное нажатие кнопки домой включает или выключает функцию VoiceOver. Универсальный доступ – это такой раздел, где собраны настройки, благодаря которым люди с различными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы могут использовать iPhone, делая определенные настройки. Так вот, чтобы включить ту или иную функцию универсального доступа, разработчики добавили возможность назначать эту функцию на тройное нажатие кнопки домой. Можно назначать несколько функций, но об этом мы поговорим чуть позднее. Если назначена какая-то одна функция, то у вас включается или выключается функция VoiceOver. Кстати, если вы прошли первоначальный этап настроек, то рекомендуется в настройках универсального доступа проверить, какая функция назначена на тройное нажатие кнопки домой. Потому что трижды нажав кнопку домой при первом включении, вы VoiceOver включите, а вот дальше у вас, он может, скорее всего, у вас эта штука может не сработать. Ну там как по-разному получается. Иногда она как бы зацепляется за этим тройным нажатием, а иногда она не сохраняется и приходится флажок в настройках отмечать вручную. Дальше. Длительное удержание кнопки домой вызывает голосовой ассистент Siri. С его помощью можно решать различные задачи. Мы об этом тоже поговорим чуть позднее. В том числе включать и выключать функцию VoiceOver. Если у вас iPhone без физической кнопки домой, то здесь история такая. Значит, разработчики добавили на такие устройства два жеста, которые позволяют дублировать однократное нажатие кнопки домой. Для этого вам надо одним пальцем с нижней кромки экрана плавно провести примерно до сантиметра 2-3 от нижнего края. Домашний экран. Сообщение. Вот я провел и отпустил палец, он у меня переключился на домашний экран. Если провести палец чуть выше, примерно до середины экрана от нижней кромки устройства, то у нас получится открыть переключатель приложений. Сейчас попробуем. Переключатель приложений. Настройки. Активен. Вот у нас открылся этот раздел. Еще обратите внимание, когда вы будете проводить одним пальцем от нижней кромки экрана вверх по экрану, то система у вас будет оповещать характерные вибрации о том, что если вы на первой вибрации остановите палец, то у вас перейдет курсор на домашний стол рабочий. А если вы чуть дальше продвигаете палец, то у вас там уже другая вибрация будет и такой характерный сигнал, там уже откроется переключатель приложений. Вот сейчас это один раз провибрировало, а сейчас... Да, две вибрации. Для перехода на домашний стол вам надо до первой вибрации, а для открытия переключателя приложений надо провести палец по экрану до того момента, пока он дважды не провибрирует. Про Siri. Значит, на тех устройствах, на которых нет физической кнопки «Домой», переназначили активацию Siri с помощью кнопки «Питание». Для того, чтобы активировать Siri, вам надо длительно удержать кнопку «Питание», после чего у вас Siri сработает, и вы можете дать ей какую-то команду. Вот как на этом аппарате. Давайте попробуем. Погода. Сейчас ожидается перемена в высшеме 23 градуса. Ожидается высшеме 7-я с ночи. Температура опустится от 23 градусов до 18 градусов сегодня ночью. Ну вот так она у нас работала. Чтобы включить или выключить функцию V-Sover, здесь она назначается на тройное нажатие кнопки «Питание». Теперь давайте поговорим о втором жесте базовом, который используется в работе. Это жест смахивания. Это такой, наверное, самый используемый жест в процессе работы с сенсорным устройством. Это касается и iPhone, и Android. Как он выполняется? Смахивать можно вправо-влево, вверх или вниз. Разным количеством пальцев. Но мы сейчас поговорим только о жесте с использованием одного пальца. Итак, чтобы переместить фокус курсора с одного объекта на другой, ну, допустим, слева направо, вам надо смахнуть, соответственно, слева направо. Вот сейчас я жестом касания помещаю курсор на значок «Сообщение». Теперь, если я хочу переместить курсор на следующий ярлык, я выполняю жест смахивания одним пальцем по середине экрана. При этом у меня курсор переместился на следующий ярлык. Дальше опять вправо смахиваю. И таким образом курсор у меня будет идти по порядку, переходя с одного элемента на другой, слева направо. Дойдя до конца экрана, он перейдет на следующую строчку и также продолжит свое движение. Соответственно, если я хочу переместить фокус курсора, но в обратном направлении, я буду смахивать справа налево. При использовании жеста смахивания его правильно выполнять. Далеко не всегда и не у всех он получается. Для того, чтобы отработать этот жест смахивания, можно использовать такое упражнение. Жестом касания определить два ярлыка, которые располагаются рядом друг с другом. Давайте допустим сейчас сообщение. Календарь, вторник, 25 августа, фото. И фото. И попробовать смахивать, перемещать курсор с одного ярлыка на другой и обратно. Перемещать курсор только между двумя этими ярлыками. То есть сейчас я смахиваю влево. Календарь, вторник, 25 августа. Теперь вправо. Фото. Календарь, вторник, фото. Календарь, вторник, фото. Календарь, вторник, 25 августа. Если у вас получается выполнять жест правильно, то есть курсор не перескакивает на другие ярлыки, то у вас жест получается выполнять правильно. Если же у вас в процессе вот этого упражнения курсор скачет по другим ярлыкам, какие-то другие элементы синтезатор озвучивает, то значит вы жест выполняете неправильно. И следует уделить побольше времени для того, чтобы отработать правильность выполнения этого жеста. Потому что если вы будете его неправильно выполнять, он у вас будет, курсор, летать по всему экрану. Если вы перемещаете курсор жестом смахивания с одного элемента на другой, то он у вас может проходить ряд областей. Ну то есть вот сейчас. Сообщение. На сообщение поставили фокус курсора и давайте пройдем все ярлыки, которые здесь есть на странице рабочего стола. Календарь. Вторник. Фото. Камера. Погода. Часы. Четырнадцать. Карты. Ти-ви. Заметки. Напоминания. Акции. Сейчас я смахиваю в правую сторону по середине экрана одним пальцем. Волит. Здоровье. iTunes Store. App Store. Настройки. Один новый объект. Вот сейчас я дошел до последнего элемента на странице рабочего стола. И если я смахну в правую сторону Страница 2 и 3. Элемент регулировки. У меня фокус курсора попадает на элемент регулировки страниц рабочего стола. Я опять смахиваю в правую сторону. Но если мне надо, я могу переключиться между страницами рабочего стола, соответственно, смахнув вниз или вверх одним пальцем. Сейчас я вправо смахиваю опять. Док. Телефон. Обратите внимание, синтезатор озвучил название ярлыка и перед этим добавил слово док. То есть фокус курсора перешел на четвертую область. Это док-панель. Панель избранного. Здесь уже также фокус курсора можно перемещать жестом смахивания. Браузер. Почта. Нет ни про... музыка. И дошли мы до последнего элемента. Важную роль в работе с сенсорным устройством играет звуковая схема. Это набор различных звуков, которые сопровождают все ваши действия, все ваши жесты. На них тоже важно обращать внимание. Ну, например, вот смотрите, сейчас я... Музыка. Музыка. Смахиваю вправо. У меня такой звук раздается, как будто курсор ударился в стенку. Музыка. Это означает, что курсор достиг конца. Дальше он пройти не может. То есть вот это вот событие обозначается вот таким звуковым сигналом. Если я буду смахивать в левую сторону... Почта. Нет ни прочитать. Браузер. То у меня курсор перемещается. Если я вправо... Почта. Музыка. Музыка. То есть туда фокус не переходит. Все. То есть жестом смахивания за пределы вот этой области док, смахивая вправо, вы уже перейти не сможете. То же самое произойдет, если я, допустим, помещу курсор на первый ярлычок... Сообщение. Вот сообщение, и буду смахивать в левую сторону. Сообщение. Такой же звук, который повещает мне о том, что там фокус-курсор уже продвинуться в ту сторону не сможет. Когда вы будете работать вот с использованием жестов, включенных в функцию VSOER, обращайте, пожалуйста, внимание на вот эти звуки, и постепенно вы сможете к ним привыкнуть, и будете понимать, когда у вас жест выполнился, когда он правильно выполнился, и нужное вам действие система выполнила, а когда нет. То есть это все придет с опытом. Звуков очень много, и практически каждый жест сопровождается каким-то звуком. Можно отключить функцию проговаривания. О том, как это сделать, мы поговорим на следующем вебинаре. Но я сейчас просто хочу продемонстрировать. То есть вот я отключил синтез речи, и если я буду выполнять жест смахивания, то я слышу щелчки. То есть ориентируясь на вот эти вот щелчки, функция VSOER остается включенной, она работает, жесты отрабатываются, и фокус курсора жестом смахивания перемещается с одного объекта на другой. Продаваривание включено. Так, дальше идем. Строка меню статус. Перемещать курсор жестом смахивания между областями строкой меню статус и рабочим столом не получится. Переместить фокус курсора из одной области в другую можно только жестом касания. То есть чтобы мне поместить фокус в строку меню статус, мне надо коснуться любого значка в этой области. Заряд аккумулятора 89%. Зарядка не идет. Объект меню статуса. Вот когда я услышал такую информацию, объект меню статуса, я могу быть уверенным в том, что фокус курсора у меня попал в строку меню статус. И здесь, в этой области, в строке меню статус, я могу уже перемещать фокус курсора жестом смахивания одним пальцем по середине экрана. Если жест смахивания выполняется правильно, то у вас будет примерно такая картина. Заряд аккумулятора 88%. Зарядка не идет. Сейчас я смахнул вправо, там это последний элемент, он как бы уперся в стенку курсор. Дальше влево смахиваю. Анескоу, 3 из 3 полосы Wi-Fi. Это название Wi-Fi сети. Сотовые данные. 2 из 4 полосы, мощность сигнала, 15 часов, 3 минуты. Время. 15 часов, 3 минуты. И там идет уже стенка, то есть с левой стороны. В зависимости от того, какие события у вас происходят в разных приложениях на устройстве, здесь может быть другая информация отображаться. Чтобы переместить фокус курсора в другую область, док-панель или на странице рабочего стола, надо просто коснуться любого элемента в этой области. Напоминание. То есть вот я коснулся, теперь все, у меня курсор будет при выполнении жеста смахивания перемещаться по элементам, расположенным на странице рабочего стола. Отличие жеста изучения касанием от жеста смахивания. Основное отличие, это, ну, их, наверное, несколько. Первое. Когда вы используете жест изучения касанием, вы можете понять, где физически располагается тот или иной объект. Ну, допустим, значок сообщения располагается в левом, ну, почти что в верхнем углу. Сверху там строка меню статус. Сообщение. Она находится ближе к левой грани, в первой строке. Если вы не знакомы с экраном, приложением или какой-то программой, или вообще первый раз держите в руках устройство, и вы ищите элементы жестом смахивания, то где они физически расположены, вы понять не сможете. Если вы знакомы, да, вы примерно будете представлять, но жестом смахивания определить, где расположен элемент, не получится. Какой лучше жест использовать, изучение или смахивание? Часто задают такой вопрос. Зачастую найти какой-то элемент легче бывает жестом смахивания, но на практике получается так, что нельзя использовать только жест смахивания или только жест изучения касания. Приходится в равной степени задействовать оба этих жеста. Почему? Потому что очень часто какие-то элементы управления вы можете найти только жестом изучения касания или только жестом смахивания. И если вы будете использовать только один из них, то вы рискуете не найти нужный элемент управления в тот или иной момент. Это все зависит от многих факторов. Следующий, третий базовый жест, который мы должны с вами сегодня рассмотреть, это жест активации. Выполняется он следующим образом. Первое. Надо поместить фокус курсора на тот объект, который вы хотите активировать. Давайте, допустим, коснемся одним пальцем жестом касания телефона. Для того, чтобы его активировать, надо дважды коснуться одним пальцем. И у нас открывается данное приложение. При этом то, что приложение открылось, понять, что оно открылось, вы можете, услышав характерный звуковой сигнал, который издает VoiceOver при открытии этого приложения. Закрыть приложение вы можете нажатием кнопки «Домой» или выполнив соответствующий жест, проведя с нижней кромкой экрана одним пальцем. До первой вибрации. Очень важный момент. Можно выполнять жест двойного касания, жест активации в том месте, где располагается элемент, который вы хотите открыть. А можно выполнять также в любом месте. Не обязательно выполнять его там, где он располагается. Можно выполнить жест двойного касания в любом месте. Все, как это выглядит. Давайте вот. iTunes Store. Сейчас я коснулся вот этого значка и буду смахивать в правую сторону. Страница 2 и 3. Элемент регулировки. Вот у нас элемент регулировки. Док. Телефон. Следующий ярлычок – это телефон. Я, найдя жестом смахивания этот значок, я не знаю, где он находится физически. Но если я выполню жест активации, двойное касание одним пальцем в любом месте экрана, то приложение у меня тоже откроется. Телефон. Контакты. Заголовок. Этот способ, возможность таким образом активировать объекты, она очень ускоряет работу на сенсорном устройстве. Постепенно, когда вы будете работать с вашим личным аппаратом, вы будете запоминать, в какой последовательности у вас ярлыки располагаются. Вы можете выстроить их в нужной последовательности. Ну и, соответственно, находить их не жестом изучения касания, а жестом смахивания в знакомых местах. И для получения нужного результата вам меньше потребуется выполнять каких-то телодвижений, благодаря вот такой возможности. Ну и в завершение сегодняшнего вебинара надо рассказать о том, как выключать устройство. Если у вас телефон с физической кнопкой домой, надо нажать кнопку питания и удерживать ее в течение 3-4 секунд. После чего у вас откроется диалог выключения устройства. На экране будет кнопка выключения, ее надо будет активировать. Если у вас нет физической кнопки домой, вот как на этой модели айфона, то здесь выключение происходит следующим образом. Надо нажать кнопку громкости вниз и питание. Удержать все это дело в течение 3-4 секунд открывается диалог выключения устройства. И вот появляется такой пункт, который называется выключите. Я его активирую. Все, телефон у меня выключается. На самом деле выключать телефон можно, как удерживая кнопку громкости вниз и потом нажимать питание, так и при помощи громкости вверх. Не важно, какую из громкостей вы будете удерживать. Работает и та, и другая. Одну из кнопок громкости вы удерживаете и затем нажимаете питание. Ребят, все на этом сегодня. Все, что я хотел, что я запланировал, я рассказал. Если у вас есть какие-то вопросы или вы хотели что-то обсудить, то добро пожаловать. И, пожалуйста, перед тем, как задавать вопрос, представляйтесь, чтобы к вам можно было обратиться по имени. Владимир, ну, наверное, вы еще, может быть, сами скажете про тесты, о которых вы упоминали в самом начале. Да, или сегодня, или завтра выложу вот здесь файлообменник документ. Там будет ссылочка на тест, он будет в Google таблицах. То есть вы, если умеете пользоваться браузером, на любом устройстве переходите туда. Там надо будет записать свою фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты и ввести пароль. Он там тоже в документе указан. Вы вводите этот пароль и вам становится доступно вот в этом тесте. Там будет 11 вопросов. Есть вопросы простые, ну, вообще все вопросы, они относятся вот к тому вебинару, который мы сегодня с вами провели. Есть вопросы, где надо будет выбрать там те или иные варианты, отметить флажки. А есть вопросы, где надо вписать ответ. Поле редактирования, где вы будете записывать ваши ответы. Результаты вот этого теста вы можете посмотреть, там будет ссылочка после того, как вы все пройдете, посмотреть результаты. А также эти результаты придут нам на Google диск и мы сможем увидеть, кто прошел тест и какой у него результат. Елена, а у меня, значит, одно дополнение и два вопроса по поводу выключения. Есть еще один способ выключить iPhone. Это в настройках, в пункте основные, в самом конце есть кнопочка выключить. Вот, это более долгий путь. И два вопроса у меня. Правильно ли я поняла, что в частности в iPhone X статус на строке часы находится слева? Да, если да, то с каких моделей, собственно, часы в статус на строке находятся не в центре, а слева, да? Потому что на iPhone SE 2020, на SE, ну и на других моделях, более старых, я так понимаю, часы находятся в центре. Это первый вопрос. А второй вопрос по поводу вибрации. А если у меня телефон без кнопки домой, то есть с жестами, да, пользуемся вместо кнопки. И у меня выключена вибрация в режиме со звуком. В этом случае вибрация идет при использовании жестов, заменяющих кнопку домой? По поводу часов, да, они действительно находятся с левой стороны строки меню статус. С какой модели они туда переехали, ну с какой версии iOS или модели iPhone они туда переехали, я сказать не могу. Что касается вибрации, да, вот вибрацию при использовании жестов мы отключили. Когда я смахиваю, вибрации не происходят. А вот когда я провожу вот эти, ну выполняю вот эти жесты, дублирующие нажатие кнопки домой, вибрация все равно происходит. Нет, насколько я поняла, вопрос был не вибрации при жестах, вопрос был, если отключена вибрация в режиме со звуком, в режиме со звуком, в режиме без звука. Далее она вибрация, которая назначена на жесты, заменяющие кнопку домой. Она работает в любом случае. И вообще, начиная с 10 модели iPhone и с 13 версии iOS, в настройках есть дополнительный пункт, который позволяет настроить вибрацию на те или иные системные действия. Но это касается только моделей 10 и старше. Максим, читай. Антон, смотри, ты показывал док-панель, да, дополнительный. У тебя там пункт браузер есть, так? Это в этих моделях переименовали его, потому что у меня даже на 14 iOS, или это у вас какой-то сторонний браузер, вы отредактировали док-панель? Нет, это Safari, но почему-то он озвучивается как браузер. У меня вообще телефон Safari, док и WhatsApp еще. Если вы пользуетесь iPhone, то или целенаправленно, или может быть как-то случайно, вы могли переместить эти ярлыки на своих устройствах. Тут нет гарантии того, что у вас будет точно такой же набор ярлыков. Панель тоже можно переставлять, перемещать ярлыки? Да, конечно. Об этом мы тоже поговорим на соответствующей теме, у нас будет такая тема. Вот такой момент. Просто вот у меня почему-то, или просто как-то я неправильно касаюсь. Я не могу, вот сейчас у меня открыто, вот доступно, смахиванием или исследованием. Само рабочий стол, а вот попасть в статусную строку я не всегда могу, как-то у меня не получается. Вот я непосредственно прям прикладываю пальцы к верхней кромке, а потом опускаюсь вниз, и он у меня молчит, ничего не говорит. И я только долго что-то манипулировал, коснулся камеры, там правый верхний элемент рабочего стола. И только потом как-то у меня вдруг получилось, ну, сказал он, заряд аккумулятора. Вот как-то не сразу получается попасть в статусную строку. Вот с чем это связано? Я думаю, это связано с индивидуальными особенностями каждого человека. У всех у нас разная моторика. У кого-то может быть лучше, у кого-то хуже. Вот. Поэтому тут надо просто приноровиться. Можно попробовать ввести палец не с верхней кромки, а с какого-то ярлыка на странице рабочего стола вверх. Потихоньку введите, и вы тоже должны попасть на строку мини-статус. Да, по поводу статусной строки хотелось бы дополнить, по поводу того, что молча. Иногда, я не знаю, от чего это зависит, иногда бывает такой момент, значит, что в статусной строке, допустим, вы в WhatsApp или где-то, в статусной строке отображаются только часы, да? Остальное все не отображается. Потом стоит перейти или включить переключательный программ, или выйти на рабочий стол и вернуться обратно. Собственно, снова отображаются все элементы. Такое тоже бывает. Ну, вообще, нужно просто для себя найти самую удобную позицию, как вам, вот лично вам, каждому из вас, удобнее всего перемещаться в строку статуса. Потому что меня учили перемещаться от середины верхней кромки. Мне так неудобно. Другие пользователи перемещаются от правого угла. Кто-то перемещается действительно не сверху вниз, а снизу вверх. Кому-то удобнее найти какой-то ярлык и перемещаться от него кверху. Тут нужно просто поэкспериментировать. Кому-то с левой стороны удобнее перемещаться. Вам нужно просто понять, как лично вам удобнее и таким образом перемещаться. Середины как раз верхней кромки там через этот самый, там тоже камера, что ли, маленькая какая-то такой разрезик. Вот мне никак не получается. А вот сейчас с правой стороны я когда стал двигаться сверху вниз, уже довольно-таки долго, на целый сантиметр вниз подвинулся. И тогда у меня сказал заряд аккумулятора. Ну вот просто для себя определитесь, вы потратите, не знаю, там 15-20 минут, но рано или поздно вы поймаете вот этот момент, когда у вас это получается. И старайтесь использовать. Туда никак жестом смахивания фокус курсора не поместишь туда, только касание можно поместить. В статусной строке есть элемент, ну это я в настройках там делал, отключена, ну как больше с формулировками, ну то, что поворот, датчик поворот отключен, или как это называется, ориентация, заблокирована для ориентации. Об этом всем мы тоже будем говорить, но это уже на следующем вебинаре. Просто если, я сейчас буду продолжать, это могу долго, но просто время у нас ограничено. Просто этот элемент у меня попал в статусную строку, он чего-то заменил, там всего 4 должны быть элемента. Нет, туда можно больше элементов добавлять. Просто управлять вы ими сможете после того, когда вы откроете панель управления. Как это делать, если вы знаете, то хорошо, но так не буду пока секреты выдавать, а то Александру Сергеевичу рассказывать нечего будет. Сергей Домбов, вопрос, айфоны новее 6 в 5 Гц Wi-Fi видят каналы выше 48-го? Не видят. Еще по поводу внешнего вида хотела дополнить. У моделей айфонов 4.7 и диагональ 4.7 и больше, есть, собственно, еще в настройках такая штука, как вид экрана. Я к чему это сейчас говорю? Договорили сегодня о количестве ярлыков. Вот, если мы поставим, собственно, количество ярлыков у нас зависит от того, какой ставит у нас вид экрана. Если у нас вид экрана стандартный, то количество ярлыков, количество вмещается больше, да, элементов вмещается больше на экран. Если мы ставим вид экрана увеличенный, то элементов и ярлыков на экране будет, соответственно, меньше. Но все остальное, это для слововидящих очень удобно, все остальное будет более крупное. У нас все это еще будет, не торопитесь. Антон, смотри, уменьшение анимации не исправляет проблему со статусной строкой. Я специально сейчас увеличил анимацию, и у меня так же, когда палец по верхней кромке вводишь, то статусная строка тоже не всегда озвучивается, не всегда попадает палец. До конца уменьшил анимацию, перекрыл и нормально стало. Вполне возможно, это влияет. Мы в своих базовых настройках отключаем анимацию. Анимацию вообще рекомендуется отключить, да, полностью, там, и всякие датчики движения и прочее. Но, опять же, это уже такие более серьезные настройки для более продвинутых пользователей. Страница 2 и 3, страница 3 и 3. А почему 2 и 3, а еще существует ли первая, и как это вообще, там, попасть в нее, что ли? Или это только без войсовера на нее как-то можно попасть? Нет, туда можно попасть и с войсовером. Если вы, находясь на второй странице, смахнете сверху вниз одним пальцем. Но это не совсем страница рабочего стола, это такая страница называется «Сегодня», и там располагаются виджеты. Просто система воспринимает вот эту область как страницу и озвучивает ее, соответственно, как, ну, считает ее страницей. Как с этим работать совсем, это уже на следующем вебинаре вы сможете узнать. Если я сделал вывод, что она не нужна при работе с войсовером, не прав я? Нет, там очень много полезных функций есть. Вы туда можете полезные виджеты добавлять и получать нужную информацию, как это делать и для чего это требуется, тоже об этом поговорим. Кстати, в 14 iOS исправили эту штуку. На 14 iOS не будет считаться страницей вот этой вот, страницей этих виджетов. Я еще хотела спросить, вы говорили о том, что раз в несколько дней iPhone, да, собственно, по поводу отпечатка пальца и код-пароля, да, раз в несколько дней iPhone требует все-таки ввести код-пароль. Я, на самом деле, ни разу не видела такого, что это еще от моделей как-то зависит или что, потому что я у меня неделю иногда мог iPhone не перезагружаться и, собственно, мне ни разу не запрашивала код-пароль. Можно я отвечу. Это зависит от частоты переходов между разными Wi-Fi сетями, то есть не только от перезагрузки iPhone и еще от чего-то. Если вы при этом еще часто, скажем, меняете SIM-карты, меняете Wi-Fi точки доступа, еще что-то подобное делаете, меняете местоположение или отключаете его, система автоматом думает, что это какая-то попытка взлома и прочих вещей, особенно если он перешел на другой Wi-Fi, который, например, или без пароля, или какой-нибудь старый тип защиты использует. В этом случае, конечно, он будет спрашивать у вас защитный код как можно чаще. Я хочу дополнить, у меня у жены iPhone 8, даже если она может пару дней не выходить из дома, ну как не выходить, она может в магазин сходить, то есть там в магазине продуктовым никаким Wi-Fi сетям она не подключена, то у нее раз в сутки вот этот пароль iPhone требует. У меня, думаю, я Samsung S20, он тоже также требует этот пароль раз в сутки. Утром пытаешься его разблокировать, он не пускает туда. Вот, вполне возможно, да, как вот Сергей говорит, вот эти факторы влияют на частоту, но почему у вас не срабатывает такая защита, я не знаю. А у вас отпечаток настроен, да? Да, у меня отпечаток настроен, но дело в том, что я никуда не переключаюсь, я пользуюсь только мобильной сетью, я поняла. Ну, на самом деле, у меня настроен отпечаток, вернее, не отпечаток, а распознавание лица, и я, у меня тоже не бывает. Если лицо распознается нормально, никаких паролей у меня никто не требует до перезагрузки телефона. Если лицо не распозналось, только тогда пароль. Мне сейчас очень странно слышать то, что раз в сутки телефон требует какие-то пароли, если человек не выходит из дома, ну, я даже, честно говоря, не слышала о таком. Я тоже углублена. Я статистику не проводил, но у меня все-таки довольно-таки часто это требует пароль. Я даже как-то не очень понял, в каких случаях. Я выхожу на улицу, там, у меня уже без Wi-Fi по карте работаю, а потом возвращаюсь домой. Ну, вот, Дени, в этот момент требует... Значит, Wi-Fi ваш сам, либо он беспарольный, либо там протокол безопасности старый используется. Может быть, вы роутер свой покупали лет пять назад и более. То есть, тут много нюансов по поводу безопасности именно сетей. Слишком много таких вот нюансов именно с сетями связанных. Надо будет поставить просто мобильную сеть, ну, использовать мобильный интернет, отключить Wi-Fi, посмотреть, что в этом случае будет. Надо прям помониторить этот вопрос. Я никогда не задавался таким вопросом, а почему так часто требует пароль. Ну, частенько, да. Или, может быть, еще, вот сейчас только мысль пришла в голову, может, это срабатывает еще из-за того, что если палец вспотел или еще что-то, и с первого раза не получается распознать отпечаток пальца, может быть, он включает вот эту защиту в этом случае тоже. В этом случае, да. А вот именно, чтобы раз в сутки, там, или раз в несколько дней, я уже третий год пользуюсь айфоном, я ни разу такого не видела при использовании. Вот когда руки после души, это тоже требует. Начинаешь отпечаток, не срабатывает, потому что поры распарены, и все. По поводу тестов, обязательно ли всем их проходить, или это по желанию? Тесты по желанию. То есть, если вы хотите проверить свои знания, насколько вы хорошо пользуетесь устройством, если вы хотите получить сертификат о том, что вы прошли дистанционный курс обучения, то, да, вам надо пройти все тесты, чтобы мы получили вот эти результаты тестов. И по результатам этих тестов вы можете прислать нам документы и получить сертификат о том, что вы прошли курс дистанционного обучения на работе с iOS-устройствами. Маленькое дополнение. Если вы получаете такой сертификат, то это, как бы, не лишает вас права приехать к нам сюда на очное обучение. Здесь вы тоже можете пройти курс и тоже по работе с iOS, если есть такая необходимость, и получить здесь уже удостоверение. То есть, если вы дистанционно проходите, вы получите сертификат. Если вы проходите здесь очно, то получаете удостоверение о курсах повышения квалификации. И тогда уж еще скажите, где будет выложен этот файл? Вот в этой комнате. Будем выкладывать по мере проведения вебинаров. Не все сразу, а вот вебинар провели там, сегодня-завтра я его выложу. Запись вебинара будет по традиции выкладываться в архиве файлов в комнате вебинара, а все задания, тесты и так далее здесь в комнате, в которой мы с вами сейчас находимся. Друзья, ну раз вопросов нет, или все-таки есть, что вопросы? А тесты будут в виде таблицы, да, у нас, или как? Я поняла, так вас? Нет, вы перейдете по ссылке, и там у вас будет, откроется страница в браузере, там надо будет заполнить свои данные, и просто вопрос, 4 варианта ответа там, и где-то есть поля, куда надо вписывать ответ. Хорошо, раз вопросов больше нет, тогда всем спасибо за внимание, спасибо, что приняли участие. Надеюсь, вы для себя что-то новое, интересное узнали. Всем всего доброго, до следующей встречи через 2 недели, график занятий мы опубликовали, если вам эта тема интересна, цикл вы хотите посещать, то следите за анонсами, в рассылке также Наталья Сергеевна публикует, когда будет очередной вебинар. Приходите, всем будем рады, всем всего доброго. Продолжение следует...